Борис Меленкевич и Евгений Лазеба дружат больше 12 лет, поэтому неудивительно, что оба пришли в этот спорт и вместе готовят гонкам свои машины. Как шутят гонщики, они познакомились еще до появления дрифта в Бресте. Правда, Евгений больше по технической части, а Борис по гоночной. Их связывает не только дружба, но и общее увлечение. Я вообще, когда начинал дрифтом заниматься, он был очень слабо развит, и мы просто крутили какие-то пятаки на парковочках, на площадочках небольших. И я думал, вот и есть, это дрифт, это часть дрифта. Когда мы начинали только пять лет назад, я купил машину себе для дрифта именно. Я, как и все, пытался сначала на стандартной машине что-то изображать, минимальные какие-то доработки, минимальные какие-то там, то есть, как-то даже жалко было испортить машину вначале. Так, думаю, это же машина все-таки. Ну, отношение было, как у всех. Но потом, выезжая на соревнования, ты начинаешь понимать, что вот там ребята едут как-то гораздо по-другому, и ты понимаешь, что надо ее дорабатывать. Ну, и по факту, я могу сказать, что, например, от моей машины, от изначальной, сейчас не осталось вообще ничего. То есть, ну, может быть, частично крыша, и частично, может быть, пол от машины, вот как-то так, и все. То есть, там все переделано, то есть, ну, скажем так, живого места на машине не осталось. Белорусский дрифт, равно как и Бреский, действительно начинался с улиц и парковок. Первые дрифтеры на городских улицах появились почти 10 лет назад. И только в 2013-м в Беларуси был организован открытый чемпионат, придав гонкам официальный статус, а пилотам возможность называться спортсменами. Мне было не важно. Я был 50-м или 36-м в сетке. Ну, я проехал, я покатался, и от этого уже получал удовольствие. Я занимал, я даже порой не проезжал квалификацию пару лет, потому что, ну, была сильная конкуренция. И соревнования, как такового, чемпионата не было еще в Беларуси, приходилось ездить вот по таким вот гонкам. И вот как-то так. Я был счастлив в любом выезду. Я приехал уже на более-менее такую вот предназначенную для этого трассу, это в Логойске. И довольно мне было сложно на ней ехать. Я так подхожу к украинскому пилоту. Ну, тоже на такие машины у нас не особо сильные были. Говорю, ты знаешь, я вообще не могу проехать вот эту первую дугу, как-то так. Он говорит, так разгоняться надо как бы побыстрее, ну, чтобы осилить ее. Я говорю, знаешь что, да страшно, говорю, кругом бетон, куда разгоняться. Он говорит, так что ты сюда приехал, сидел бы дома, и все. Я отошел, да, думаю, что я сюда-то ехал. Вот первый как бы опыт, которому человек говорит, сиди дома. И вот с этого я понял, что дрифт это что-то более серьезное, чем крутить парковки, там, пятаки. Машина для дрифта авто особенная. Гонщики чаще всего используют японские марки, реже европейские. Брещане предпочитают гоняться на БМВ. Лошадок под капотом этих восьмицилиндровых гоночных красоток спрятано чуть больше 500. Вложений такой автомобиль требует немало. Поэтому, как шутят пилоты, хороший спонсор гонщику только в помощь. Пока же практически все приходится делать своими руками. Я, наверное, не исключение. И многие в нашем чемпионате ребята, они многие работают сами со своими машинами. Потому что, ну, к сожалению, как говорится, кому-то дано одно, кому-то дано другое. То есть, ну, многим ребятам приходится работать самостоятельно со своими машинами. К сожалению, не хватает просто спонсоров, которые смогут нормально профинансировать команду. И чтобы мы могли нормально так выступать. Потому что все у нас есть. У нас есть техника, у нас есть руки, у нас есть возможности. Нам надо просто, как говорится, чтобы мы могли немножко подтолкнуть нас. В дрифтинге нет тренеров, пилоты сами себе наставники. Поэтому учатся гонщики чаще на собственных ошибках или на опыте своих коллег. А для этого нужно иметь определенный характер. Круг общения, да, надо было разнообразить. И мне приходилось какие-то навыки черпать. Даже от ребят, не из Беларуси, а из России, я пытался с Украины, приезжал. А вот расскажи мне, как ты едешь здесь и что ты делаешь вот в этом моменте? И как ты вот в этом моменте делаешь? Ну, он видит во мне никого, просто общаться и он не делится этой информацией. Ну, здесь я на ручничке подъеду, здесь я тормозом приторможу. Ага, и я вот эти уже моменты уже там начинаю пользоваться. Ну, потому что да, это было тяжело. Ты не думаешь какие-то конкретные черты характера? Больше, наверное, целеустремленность именно к тому, что тебе нравится. Самое важное, это как бы, ну, именно желание, то есть то, что тебя движет к этому. Потому что, ну, кто-то ходит на рыбалку, кто-то там играет в футбол, кто-то в казино ходит, это тоже не очень хорошо, но у каждого есть свои цели. То есть, ну, и, соответственно, гонщик тоже человек такой, который именно, ну, именно заряжен вот этой вот всей атмосферой, идеей вот этой. Сегодня в дрифтинге высокая конкуренция, но будущие перспективы брестских гонщиков мои собеседники оценивают высоко. Надо дорабатывать как и машину, так и работать над собой. Каждый сезон уровень растет не просто шажищами, понимаете, не шажками, а шажищами. Ну, уже, в принципе, на сегодняшний день уже оно как бы приостановилось, потому что ребята все подтянули технику свою до лидеров. Ну, не в этом году, уже в следующем почти подтянут. И создадут очень серьезную конкуренцию, ну, на сегодняшний день, которые ребята занимают лидерство в чемпионате Республики Беларусь, уже будет им сложнее. Когда дрифт в Беларуси только начинался, это было больше похоже на какие-то собрания таких любительских команд. То есть, ребята там сами что-то в гаражах, там минимально, то есть дешево. Ну, и там даже порой на бэушной резине, то есть, все это делалось. Вот, сейчас уровень очень сильно вырос. То есть, дрифт по сравнению с тем, какой он был в начале в Беларуси, сейчас у нас, можно сказать, на уровне относительно даже всего мира. То есть, у нас очень, как бы, сильный чемпионат, и, ну, он очень зрелищный, как бы, популярный. То есть, я думаю, что дальше мы будем только расти. До финала чемпионата Беларуси, который пройдет 1 октября в Бресте, остались считанные дни. Самое время сдуть пыль с капота и заняться настройкой дрифт-кара. Шансов серьезно вмешаться в призовые разборки у брестских пилотов Бориса Миленкевича и Евгения Лазебы мало. А вот составить здоровую конкуренцию и потрепать мировый лидером – задача для наших земляков вполне по силам. То, что ты уже приехал на гонку, я думаю, ты уже, как бы, сильным духом человек, и где-то едешь вдоль этого бетона, а чтобы тебе… Ну, характер у нас всех, я думаю, гонщиков своеобразный, потому что не все люди гонщики, там, и становятся все уже со своим каким-то определенным характером. Но для победы тут больше надо, чем характер только. Ну, тут надо и удача, и везение, и заговоренность где-то, и техника хорошая, финансовая составляющая тоже. Это все-все-все-все. Вот все надо вот так вот, и вот тогда вот там где-то спрятал, и тогда ты уже валишь, счастлив. Ирина Альшова, Андрей Щерба, Дмитрий Лазарчук, телекомпания «Бок-ТВ». Ирина Альшова, Андрей Лазарчук, телекомпания «Бок-ТВ»